За следующие 5 минут вы узнаете 30 неожиданных фактов о любимых мультфильмах Диснея. Устраивайтесь поудобнее, мы уже начинаем. Лицо русалочки Ариэль скопировано с молодой Алисой Милана, а вот фигура и пластика движений с писательницы Шерри Стоунер. А вот образ ведьма Урсулы был списан звездой фильмов «Розовый фламинго» и «Лак для волос», травести дивы под псевдонимом Дивайн. Полное имя краба Себастина – Хуратайо, Элониус, Игнатиус, Крустатайо Себастин. В русалочке, которую рисовали вручную, более миллиона рисунков, тысяча различных цветов и тысяча стофонов. И все это без помощи компьютера. Для создания множества пузырей или ступенек Дисней впервые сотрудничали с Пиксар и применяли компьютерную графику. Ведьма Урсула на самом деле приходится сестрой королю Тритону. Это можно было узнать из диалога персонажей, которые создатели решили вырезать перед выходом мультфильма на экран. Ариэль должна была быть кудрявой, но возможности графики тогда были ограничены, и пришлось рисовать русалочку с прямыми волосами. Нужного уровня графика достигла лишь в 2012-м, поэтому первая кудрявая принцесса Диснея стала Мерида из Храбросердцем. У Мериды полторы тысячи прядей и 111 700 волос, каждый из которых анимирован отдельно. Поэтому на создание одной секунды мультфильма приходилось тратить до 8 часов. По задумке сценаристов, изначально Эльза из Холодного сердца была не сестрой Анны, а злой колдуней наподобие Снежной Королевы. Но когда создатели услышали песню «Отпусти и забудь», то в корне изменили сюжет мультфильма. Во время записи этой песни группа аниматоров фиксировала движение исполнительницы Идины Мензел, чтобы Эльза смогла передать те же эмоции на экране. Дизайнеры Холодного сердца совершили экскурсию по Норвегии, чтобы лучше передать атмосферу Скандинавии. В титрах есть приписка, что в Дисней могут не разделять мнение Кристофа о том, что все мужчины едят свои козявки, которые он озвучивает в беседе с Анной. Род снеговика Олафа был скопирован с арта исполнительного продюсера Джона Лассетера. В некоторых моментах Холодного сердца прослеживаются явно не детские намеки. Например, здесь мы ясно видим, что Кристофер испытывает ткани не только платонические чувства. Ну а здесь он явно позволил себе лишнего. Но, думаю, дети этого даже не заметили. Впрочем, не только в Холодном сердце есть сцены не для детских глаз. Например, в одном моменте спасателей в окне мелькнул силуэт обнаженной женщины. Зато романтическую сцену поедания спагетти в мультфильме «Леди и бродяга» Дисней чуть не вырезал. Он считал ее глупой и безвкусной. Но даже гении порой ошибаются, сцена стала классикой. В мультике «Мулан» ни у кого из героев нет ногтей. В Дисней уже начали рисовать пять пальцев вместо четырех, как у Микки Мауса. Но вот рисовать на каждом пальце ноготь все еще было роскошью. 400 актрис проходили прослушивание, чтобы озвучить Золушку. Но голосом героини стала Илон Вудс, которая даже не знала, что подруги отправили запись ее голоса Диснею. Золушка была самая любимая принцесса самого Диснея. А момент превращения ее платья – его любимым эпизодом всех времен. Самая молодая диснеевская принцесса – это Белоснежка. Ей всего 14. «Белоснежка и семь гномов» – первый полнометражный мультфильм Диснея. Чтобы раздобыть деньги на проект, Диснею пришлось заложить свой дом. Покахонтес – это единственная принцесса, которая существовала в реальной жизни. Так звали дочь вождя индийского племени Паухатанов. В мультфильме «Красавица и чудовище» звучат прекрасные песни, три из которых даже были номинированы на Оскар в категории «Лучшая песня». Китайскую версию «Красавица и чудовище» озвучил Джеки Чан. Мультфильм «Принцесса и лягушка» должен был называться «Принцесса-лягушка». Но так как это был первый мультфильм с афроамериканской героиней, создатели побоялись обвинений в расизме, изменили название. Тиану должны были звать Мэдди, но это похоже на просторечное мэми. А так называют темнокожих мамочек, поэтому имя пришлось изменить. Джина Заладина изначально должен был выглядеть совершенно иначе и носить одежду. А сам Аладдин изначально должен был быть ребенком. Но тогда бы из мультфильма пришлось убрать любовную линию. История «Короля льва» почти повторяет сюжет старого японского мультфильма «Белый лев кимба». В одном из интервью создатели мультфильма заявили, что отец главного героя Муфаса и злодей Шрам никогда не были генетическими братьями. Во время работы над сценой «Бегство антилоп в «Короле льве» была впервые применена технология CGI – изображение, сгенерированное компьютером. «Бегство антилоп в «Короле льв кимбар»» «Бегство антилоп в «Короле льв кимбар»» Субтитры подогнал «Симон»